Сегодня у меня тема, которой я активно занимаюсь, осуществляем трафик. Мы сейчас запускаем на его большой сервис, новый большой проект, которым занимаюсь последние 3 месяца. И тема трафика как раз у меня активно звучала в последнее время. Поэтому расскажу про современные тренды в трафике и как в сегодняшнем дне можно активно за копейки получать хороших людей. Важный момент, который я хочу вам донести сегодня, то, что трафик сам по себе не важен, если ваш сайт не умеет его конвертировать. Рассмотрим банальный пример. Представим, что этот молодой человек — это ваш сайт. Как сделать так, чтобы сайт зарабатывал много денег вот в этой ситуации? Грязненечку нарисовать. Значит, смотришь. У нас есть трафик. Он едет. У нас есть полицейский, который этот трафик лобит. Ему нужно увеличить конверсию. Важный момент, если мы поставим данного человека в городе, где машина фактически, физически не может разгнаться выше 40 км в час, заработает ли он денег? Ну нет, наверное. Мало заработает. То есть нужно ставить это там, где уже магистраль, но окончания города еще не было. То есть где уже люди едут под 100 км в час. То есть мы подходим к понятию того, что нам не так важно, сколько машин, а именно важны целевые машины, которые не под 40 км в час едут, а под 100, которых можно остановить. Честный добавок. Второе. Сможет ли данный полицейский остановить машину, если у нее не будет ротара? Сможет. С нами сможет. С нами сможет. Нет, сможет. Заработать сможет. Сможет на чем-нибудь прибавить. Да. Сможет, сможет. Сможет, сможет. 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 Кроме скорости сможет заработать. Или, если у нее не будет формы. Нет, сложнее. Это будет сложнее. То есть большинство людей занимается привлечением трафика. Но этот трафик может быть не целевой, и люди приходят на сайт и ничего не делают. Сейчас трафик становится все дороже. Крупные компании скупают трафик, повышают ставки, если говорить про контекстную рекламу. Молодым компаниям выйти на рынок сложнее. Для того, чтобы сэкономить на бюджете, нужно глубоко таргетироваться. Это одна из главных тенденций каждого года. Чем дальше идем, тем лучше таргетируемся. Итак, главная мысль. Трафик не имеет значения, если вы не умеете с ним работать. К вам, если будут приходить тысячи человек, и ни один не будет покупать, смысл от этого тысячи человек? Ну, если вы, конечно, не ради увлечения садитесь в сайт. Второе. Важна сейчас не частота, а чистота. То есть, насколько потенциальны посетители, насколько они готовы купить. И с каждым годом появляются новые источники трафика, виды изменяются старые. Поэтому для того, чтобы ваш сайт рос и развивался, нужно всегда держать руку на пульсе и делать так, чтобы старые посетители к вам регулярно возвращаются. Ну, сейчас мы об этом с вами подробно поговорим. Итак, самый первый банальный источник трафика, который вы все знаете, это SEO-окимизация сайта. Здесь для вас что-то новое открою, но для полноты картины опишу ключевые задачи. Самая главная задача SEO-трафика — это соответствовать целям поисковых систем. Если вы соответствуете целям эмиссии поисковой системы, то поисковые системы сами вас будут продвигать. Цель эмиссии поисковой системы — сделать так, чтобы выдавать посетителям релевантный их запросу контент. Если вы мимикрируете под релевантный контент, вы так или иначе какое-то время будете забанены. Не сегодня, так завтра. Поэтому самое главное, что мы делаем, это оптимизируем наш контент. Как показывает наша практика после тренинга по SEO, достаточно всего лишь исправить ошибки, и через месяц ваш сайт уже взлетает. Исправить ошибки — это означает прописать все метатеги, все тайты, оптимизировать тексты, удалить дубли и вычистить их из поискового индекса. Сразу же, уже без дополнительных затрат, все работает замечательно. Что нужно сделать? Исправить ошибки, оптимизация, и важный момент, что многие не делают, — это проанализировать страницы, на которые к вам больше всего приходят людей из SEO, из поисковых систем. Эти страницы заточить под какие-то считаемые действия, под целевые действия. Чтобы там или покупали, не покупали это в худшем случае, чтобы человек мог сделать какое-то действие, и вы могли его посчитать. Это может быть подписка, это может быть оставить телефон по любой причине. И, естественно, в SEO можно составлять семантическое ядро. Когда вы составите семантическое ядро, это список целевых запросов, которые запрашивают ваши потенциальные посетители. Вы обнаружите, что ваш сайт можно продвигать по 2-3 тысячам слов. Как расставить приоритеты? Анализируем конкурентов. Самый простой способ — анализировать конкурентов. Есть замечательный сервис под названием Semrush. Вы можете узнать, по какому ключевому слову, сколько человек заходит к вашим конкурентам. Плюс, вы можете узнать все ставки из Google AdWords, сколько платят люди, ваши конкуренты в этой рекламе, и по каким ключевым объявлениям больше людей не приходит. Замечательный сервис, стоит, правда, хороших денег, но если ваши конкуренты работают с Google AdWords, то можно его использовать. Итак, это было просел. Краткая информация. Дальше. Из холодных источников трафика, все-таки это холодные большие источники, их задача перевести первых на посетителей. Контекстная реклама. Она как работала, так и работала. Работает Директ, AdWords, Facebook, ВКонтакте. Единственное, с каждым годом и сейчас мы все глубже таргетируемся. Таргетироваться означает выбирать именно ту целевую аудиторию, которая нам важна. То есть, это могут быть молодые люди, 27-35 лет, которые ищут розовый велосипед для своей дочки. Больная тема в последних нескольких дней. То есть, чем целенаправленнее, чем уже ваша аудитория, тем дешевле вы за нее платите. Тем дешевле ваши клики. Клик дороже, просто он будет конвертироваться лучше. Ну да. Да, ему нужно быть именно розовый велосипед, он скорее всего закажет. Да. Дальше. Мы постоянно работаем над конверсией. То есть, контекстную рекламу сливать просто так нет смысла. Если мы ее ведем на статью нашего блога, на котором человек просто с нами знакомится, но нет смысла вести такую контекстную рекламу. Естественно, ведем на целевые страницы, на лендинги, в которых есть целевые действия и считаем все показатели, сколько стоит клик, сколько стоит конверсия первого уровня. То есть, человек, который что-то сделал на нашем сайте, сколько стоит конверсия второго уровня или наш покупатель. То есть, считаем, в соответствии, окупаемость рекламы. Это то, что по контекстной рекламе здесь важно, это глубокий таргетинг. В целом, другие источники трафика, которые мы сейчас рассматривать не будем, из холодных, сейчас мы пока просто краткий обзор. CPI-сети, дизерная реклама. Их используем только когда уже с Директом, со Дворцем разобрались, со всеми источниками разобрались, некуда тратить деньги, некуда тратить время, тогда уже идем сюда, потому что там отдельный лес и отдельная тема для размышления. Значит, главная задача холодного трафика – это привести нам посетителей. Теплый трафик. Задача при работе с теплым трафиком – это захватить посетителей и работать с ним. Как гласит концепция маркетинга, как говорили известные маркетологи, для того, чтобы ваш посетитель стал покупателем, нужно 7 точек касаний. Плюс, минус, разные учебники трактуют по-разному. Но, так или иначе, с первого захода на ваш сайт покупают только люди, у которых уже все горит, которые нужно было еще сделать, купить велосипед вчера, допустим. Поэтому, если к нам пришел человек из контекстной рекламы или из SEO, наша задача – как-то в дальнейшем с этим человеком контактировать. И как с ним можно контактировать? Первый способ – это ретаргетинг. Ретаргетинг – это возвращение посетителей, которые к вам уже заходили на сайт. То есть, к вам зашел человек на сайт, специальный код отслеживания смотрит, активны ли сессии авторизации с ВКонтактом и с Фейсбуком. Если да, то ID данного человека попадает в вашу рекламную кампанию в Фейсбуке и ВКонтакте. Другими словами, вы можете показывать рекламу всем людям, которые заходили на ваш сайт. Это самое банальное, что можно сделать, и самый дешевый способ рекламы. Интересно продвинутый способ. Настраиваем разные группы ретаргетинга, то есть, у меня есть настроен такой вариант, что человек получает мою книгу «Подживо», после этого, если он получил ее, ему показываются одни объявления. Кто не получал, не показывается. Человек описал счет, ему показывается дополнительное объявление в ВКонтакте. Если он этот счет не оплатил одно объявление, если он что-то оплатил, он идет дальше по воронке. Настраиваться это очень просто. С Фейсбука всегда один пиксель вы устанавливаете на все страницы с ВКонтакте, просто на разные страницы. Страница до оплаты страницы, после оплаты устанавливаете код ретаргетинга, настраиваете объявление. Продвинутый способ, как дожимать людей, которые будут у вас, которые вы писали счеты, которые идут по вашей воронке продаж. Рассылка. Есть две новости. Какую рассказать, хорошую или плохую? Одну. Одну. Плохую. Рассылка работает плохо. Чего? Чего? Короче, рассылка с каждым годом работает все хуже и хуже. Я не говорю, что она не работает совсем, я на рассылке делаю хорошие деньги. У меня большая база, и я не жалуюсь. Но в целом тенденция такова, что благодаря тому, что два года назад была сборована база бизнес-молодости, жаз-глика были увидены миллионы посетителей. Первое. Почтовые серверы очень сильно стали банить, все стали попадать в спам. И спамы вылезти легко, это не проблема. А вот вопрос того, как воспринимают сейчас письма люди, он актуален. Сейчас реакция на письма уже не та. У меня, например, открываемость сейчас 12% на нечищенной базе. Вот это вполне нормальная открываемость. Раньше у меня было 20%. Кликают по ссылкам 5% и это считается нормальным показателем. Но есть способ заставить рассылку работать лучше. Есть еще второй момент, я о нем расскажу буквально через пару слайдов. Почему рассылка работает хуже и что с этим делать. Для того, чтобы заставить рассылку работать лучше, нужна сегментация. То есть мы выстраиваем наши воронки, как человек пришел. Если он прошел первое задание, ему шлется одно письмо. Он не прошел, шлется другое письмо. То есть мы выстраиваем вариации в нашей рассылке. Как это сделать? Кажется, сервер с рассылки это может вам предоставить. Smart Responder, GetResponse. Еще круче работать с этим Asimiling. Вы можете настроить события прямо по от зашел на страницу или зашел на страницу, что делал, благодаря глубокой интеграции базы данных в Joomla вы можете настроить все что угодно. Но с Asimiling там отдельная тема. Вы должны будете сами заботиться о спаме. Хотя и с GetResponse, и с MailChimp вам никто не гарантирует, что вы не попадете в спам. То есть это отдельная тематика. Сейчас тенденция меняется. Если раньше можно было предоставить какой-нибудь видеоотчет, какой-нибудь чек-лист, чтобы захватить email, сейчас немного все видоизменяется. Вы должны на первое седание прийти просто красавчиком. У вас там букет цветов, подъехать на хорошей машине. Вы должны составить хорошее впечатление. Сейчас решают качество. Если раньше можно было все что угодно выдавать, сейчас как бы рынок перенасыщен, и качество сегодня играет первостепенно. Идем дальше. Тренд этого года. Браузер на пуш-уведомление. Вторая причина, почему не работают email-рассылки, сегодня это вот это. Телефон. Чтобы человеку проверить письмо, ему нужно открыть какую-то почтовую программу. Не каждый проверяет их на телефоне, не каждый день люди заходят в почтовую программу. Вот в чем проблема. То есть я отправил рассылку в понедельник. К четвергу я получил почти 90% переходов. К четвергу. В пуш-уведомлении я получаю 90% переходов через полчаса. Какой был тренд последних лет, и сейчас он еще продолжает работать, это пуш-уведомление от приложений. Вы устанавливаете приложение, к вам приходят пуш-уведомления. Там, у нас открылось новое кафе, на такой-то станции метро приходите. Доставляемость бешеная. Открываемость бешеная. Но был минус входной порог. Чтобы вы могли подписывать ваших клиентов, у них должны были быть айфоны, и вы должны были создать приложение. Приложение стоит от 60 тысяч и дальше зависит от ваших амбиций. Сейчас все изменилось, появились браузерные пуш-уведомления. Появились они еще в прошлом году, но активно работают, развиваются, эксперименты стоят в этом году. Дальше они работать будут хуже. Объясню почему. Итак, плюсы браузерных пуш-уведомлений. Что это такое? Вы просто серфите в интернете, ходите по разным сайтам, зашли на Яндекс, Фейсбук, и в определенный момент у вас или здесь внизу, или вверху, в зависимости от вашего браузера, кроме внизу, в Фейсбуксе, в Сафари, вверху. Всплывают уведомления. С заголовком, с вашим логотипом и... О, так вот нужно говорить. Есть краткое описание. И это уведомление, самое интересное, оно исчезает несколько секунд. Не кликнул — потерял. Люди кликают. Я сейчас... Чтобы дать вам разрешение, человек заходит на сайт, вверху, первый вариант, появляется уведомление. Хотите получать уведомление с какого сайта? И активно кнопка «Да». А как кликают все «Да»? В целом по статистики люди кликают «Хорошо». Второй момент, как можно подписать на куш-уведомления, и почему они хороши. Можно поставить виджет в любом месте сайта. Просто подпишись на уведомление, человек нажимает «Да». Ему не нужно ничего вводить, и нажимать дополнительные кнопки, и ему не нужно ничего подтверждать. Он подписан молниеносно в одну секунду. Это вот этот сервис, да? Сейчас дают этот сервис. Проверил большое количество сервисов. Четыре. Ну их всего столько. Плюс-минус один. Все они так себе. Сент-курс лучше всех. Ну, на данный момент времени. А я вам бесплатный. Потому что у них платная email-рассылка, и у них платные смски. И пока пуш-уведомления, я не представляю бесплатно. Что вот дальше? Я не знаю. Скорее всего, они введут плату, и если вы не захотите платить, то вы потеряете людей. Поэтому для тех, кто есть из разработчиков здесь, предложением сделать компонент для Joomla. Я вас с удовольствием пропиарю, потому что я сам не люблю сервисы. Но сейчас сент-курс работает, и можно пока работать с ним бесплатно. Абсолютно. Значит, важные условия. Для того, чтобы пуш-уведомления работали, у вас важно наличие HTTPS, то есть наличие сервис-сертификата на сайте. Если у вас сервис-сертификат еще не установлен, то вы можете зайти ко мне на сайт, там в блоге подробности тех, как установить со всеми возможными кораблями, на которые я наступал в процессе установки сервис-сертификата на свой сайт. На самом деле там все очень просто, но я не выбирал простых путей, у меня так получилось. Ну и плюс позволяет создавать доверительные отношения, ни в коем случае не стоит продавать. Будете продавать в пуш-уведомлениях, вы загубите все начинание, и у вас было большое количество сервисов. Только на контент-маркетинг, только на создание доверия. Статистика. Статистика в последних рассылок, я экспериментирую со временем, если можете посмотреть, в разное время отправлял, разная открываемость, разная доставляемость. В целом максимальное количество переходов у меня было 30%. Эти переходы приходят в течение полчаса, первых 30 минут. То есть, когда набирается база из 10 тысяч человек, ну из 17 тысяч человек, 2 тысячи человек вы будете получать за полчаса. Просто за счет того, что вы раздали пуш-уведомления. И вам для этого ничего делать не нужно. Вы подключились к сервису, и просто каждую новость отправляете в рассылку. Отправить рассылку, написать заголовок, написать описание. Кнопочка отправить. Не нужно сидеть там, писать длинное письмо, и как лучше там сделать так, чтобы кликнули по нему. Кликнут? Не так. Ну не кликнут, а второе отправить. Или дальше будете экспериментировать, писать в другие статьи. Партнерская программа всегда работала, работает у меня вялая текущая партнерская программа, я с ней не работаю. Ну, в смысле, она у меня включена. У меня там статистика представляется, по-моему, воронка. Раз в год провожу акции, и то мне партнерская программа просто приносит 100 тысяч рублей от партнеров, они мне зарабатывают. Хотя я ничего не делаю. Ну, как бы, не сказать, что это большие деньги, но для системы работать она будет приносить больше. На работу в двух направлениях. Вас могут пиарить партнеры, вы можете пиарить партнеры. И это тоже хорошо работает. То есть у меня там несколько ссылок стоит где-то на сайте. Причем, даже я сам не знаю, там два или три сервиса, которые приносят по 40 тысяч рублей чисто в каждый месяц за то, что люди по ним переходят. Поэтому партнерскую программу не сбрасывать за счетов, она актуальна, особенно когда дорожает вся остальная реклама. Партнерская программа работает с лидерами мнений, находить лидеров мнением вашей ниши. Это, кстати, один из легких способов войти в горячую нишу, в «Алый океан», если так выражаться, маркетинговым языком, когда вокруг очень дорогие ставки на контекстную рекламу. Приходите к лидеру мнений, он вас пиарит по партнерке. Ну, у вас должны быть, естественно, уже предварительно известны цифры работы вашей воронки. Сейчас перейдем к социальным сетям. Вся фишка в том, что, как я и говорил, сейчас люди находятся вот здесь. И вы должны коммуницировать с людьми, быть у них в кармане всегда. Как быть у них в кармане? Уж уведомления, если от приложений это дорогая цена входа для кого-то, и для кого-то по времени занимает разработка. И социальные сети. Вконтакте и Фейсбук как работали, так и работают, но в этом году, начиная с прошлого года, Инстаграм просто рулит, так скажем. Приведу один пример из статистики. У нас есть закрытый мастер-майнд с коллегами по инфобизнесу. Коллега в прошлый раз рассказывал как раз статистику по запуску нового продукта. У них в Вконтакте в группе 380 тысяч человек. В Инстаграме 40 тысяч человек. Инстаграм заработал больше, чем Вконтакте. По каналам Инстаграма. Разница в 10 раз, и он заработал больше. Инстаграм сейчас, с этого года, в следующем году такого не будет. Если вы заметите, если следите за рынком бизнес-образования, бизнес-молодость, различные компании, там всякие реальные Инстаграмы, все сейчас рассказывают о том, как заработать на Инстаграме. В этом году вы сможете заработать на Инстаграме. В следующем нет. Помните, когда было Вконтакте? Помните, сидели в полуарах на мастер-инфобизнесах, на разных конференциях по трафику, там все рассказывали, вот, создаешь паблик во Вконтакте, закрываешь запись, люди к тебе приходят, там записываются, копейки платишь за людей. И там, важное примечание, год работает полгода, максимум год. Прошел год, лавочку прикрыли. Сейчас так работает, завтра будут виды изменяться. Поэтому то, что я сегодня рассказываю, это то, что как раз 7 минут нужно внедрять прямо сейчас. Да, внедрил сегодня, внедрил через год, ну, как бы, был я не прав. Ну, сейчас работает. Перископ. Перископ неоднозначен сервис, есть аналогичный сервис живых трансляций от Facebook. В целом, мое отношение к Перископу негативное, чисто политическое, это больше сервис, который для развития бизнесменами, как бы, для замены телевидениям, он пришел, но он хорошо работает для развития имиджа бизнесменов. Кто-то там учит, красит ногти, кто-то там рассказывает, как заработать, кто-то показывает, что он ест, ну, у кого на что много хватает, вот здесь. Как ты там заработаешь? А заработать вот на чем, на эмоциях и на доверии. На этом сервисе напрямую зарабатывать можно после. Они прилетают тогда, когда пользователь не на твоем сайте находится? Когда пользователь открыл браузер. А сайт должен быть открыт? Нет, 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 нет. Просто браузер открыт и все. Там вообще даже без браузера стало. В десятки там без браузера уже можно. Вот это я не знаю. Если хром разрешить отправлять в Windows, то да. На маке вроде тоже справа в уведомлениях появляется. А сколько негативной реакции? Никакое не видел. Там есть кнопка отписаться. Ты не получаешь негативную реакцию. С тобой нет связи. А-а-а! Тебе не могут написать, надо едить твои пуш-уведомления. Естественно, на сайт зайти могут, написать могут, но обычно, если человеку не нравится, он нажимает кнопку «Отписаться». Ну, я себя не вел плохо с пуш-уведомлениями. То есть я стараюсь вести хорошо и этично во всех видах коммуникаций с клиентами. Поэтому я не получал отказ. А чтобы им отправить, что нужно в сервис предоставить? E-mail или там, телефон? Ничего не нужно предоставить. Ты заходишь на сервис, подключаешь свой сайт, вставляешь код на свой сайт. Тебе дают код, ты его вставляешь. Прямо копятся люди, ты нажимаешь кнопочку, потом «Хочу отправить рассылку», вырежешь заголовок и вырежешь описание. Там логотип твой подхватывается, можешь другой логотип поставить. Я понял. По поводу сертификатор CPS, нужен платный, который… Вообще желательно. Желательно платный, ну, как бы… там цена вопроса – 300 рублей. Меньше даже было. Подорожало все. Ты сейчас 100, наверное? Нет, повтори дальше. Ну, я за две покупаю обычно. На моде 600 рублей, буквально неделю назад прав. Я говорю, я сейчас за 750 покупал, что за… Ну, как бы… Вопрос о том, что скоро все равно будут писать сертификаты, ну, раньше или поздно. Раньше или поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok